Приветствую вас, друзья мои! Хочу предложить вам анализ личности известного политика Усулы Фондер-Ляйен. Почему? 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 Просто кто-то мне прислал такую маленькую заметочку Марии Захаровой, я вам сейчас ее прочитаю, и она сказала следующее. Учитывая, в каком состоянии находится сейчас Евросоюз, стало понятно, почему председателям Еврокомиссии сделали именно гинеколога. Действительно, где гинекология, а где политика и председатель Евросоюза? А нет. Мария Захарова оказалась права, действительно, Усула Фондер-Ляйен работала и есть образование именно гинеколога, но она еще была министром обороны Германии. Вообще, очень интересная личность, цельная личность. И на 10 минут, которые я уделила анализу ее личности, или же с точки зрения эзотерики, матрицы, судьбы, на министрологию я не смотрела, вполне возможно, что у нее есть обнуление, но это обнуление, скорее всего, что, может быть, оно будет чуть-чуть позже, потому что, исходя из ее энергетики, то есть той жизни, которую она сейчас ведет, то у нее энергии хватит на всех нас с вами. На что хочу обратить еще внимание. Послушайте внимательно. Я говорю очень много лестных каких-то, на ваш взгляд, да и на мой взгляд, таких формулировок, да, то есть описываю личность вроде как бы с хорошей стороны, но иногда, знаете, как говорят, и умница, и красавица, и песни поет, и стихи пишет, и за бабушкой ухаживает. Но есть некое «но». Я надеюсь, что вы это «но» увидите, услышите. Обратите внимание на фрагмент, где я даю информацию о ее муже. Однозначно обратите внимание на то, чем он занимается, что он возглавляет, в каком направлении это работает. Ну и, в общем-то, я думаю, что вы все поймете. Вы у меня умные. Желаю вам добра. Ну и смотрим. Смотрим, анализируем, и я думаю, что все будет в порядке. Урсула фон дер Ляйн. Я думаю, что все ее видели. Она даже появлялась, по-моему, в Украине. Президент Украины Зеленский лично 23 августа 2022 года вручил ей орден князя Ярослава Мудрого. Формулировка следующая. За значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире. Что касается должностей, то Урсула поработала достаточно на значимых должностях. Кстати, была министром обороны Германии. До этого работала министром труда и общественных дел Германии. Что сподвигло меня на анализ личности этой дамы, так это высказывание Марии Захаровой, которая сказала следующее. Учитывая, в каком состоянии находится сейчас Евросоюз, стало понятным, почему председателем Еврокомиссии сделали именно гинеколога. Как оказалось, это действительно так. Урсула работала ни много ни мало, а гинекологом. Такого рода взлет или же профессиональная деятельность, скажу вам честно, меня тоже удивила. Работать министром по делам семьи, пенсионеров, женщин и молодежи Германии, министром труда и общественных дел Германии, быть восьмым министром обороны Германии и быть или же возглавлять, председательствовать в Европейской комиссии, ну, по-моему, это не просто взлет профессиональный, это что-то из мира фантастики. Итак, кратенько я вам дала информацию по Урсуле. Сейчас я хочу сделать психологический анализ личности. Так вот, да, здесь есть указание, что девушка в профессиональной сфере достаточно талантлива, но слишком много разочарований в жизни. И вообще она одинокий, непризнанный гений, который много теряет в этой же жизни. Слишком много в нее заложено каких-то умений, знаний или же опций, из тех, которые должны быть у работников спецслужб, пограничников, пограничников и вообще у людей долга. Она ведет и вела тяжелую трудовую жизнь. Последние годы часто проводила в одиночество. Есть указания на то, что у нее присутствует самодисциплина, терпение, ясность и точность мышления, практичность, методичность, организаторский талант, способность управлять. Да, она умеет работать и ради честолюбия. Что касается дел, то в делах она реалистка, строга, даже прозаична, но лояльна с друзьями. Дорогие мои, не бросайтесь в меня помидорами. Я должна и буду объективной. А если где-то есть какие-то опции, которые приводят к тому, что мы наблюдаем, или то, из-за чего многие из нас ее не любят, ненавидят, на другом конце земного шарика, обязательно я об этом вам скажу. Наберитесь, пожалуйста, терпения. Все будет очень-очень интересно и неоднозначно. Что касается отношений мужчина-женщина, то здесь у нее достаточно хорошие благоприятные предпосылки. Ходит, она любит дружить с противоположным полом, брак у нее неплохой. Что касается родителей, то там есть некие тайны, которые я уже не буду вам раскрывать, потому что это займет очень-очень много времени. Девушка достаточно осторожно, осмотрительно. Именно это обеспечивает ей хорошее здоровье. Она сохраняет заслуги свои, как она считает, добытые тяжелым трудом. На что хочу еще обратить внимание, обязательно, и это, я думаю, многих порадует, кто-то расстроится, ей не избежать неких психологических заведений на старости лет. Однозначно, свою старость или же последние свои дни она проведет в закрытом каком-то учреждении. Хочется отметить ее непостоянство, особенно в неких мыслительных и подсознательных процессах. Много неких афер, жизнь у нее достаточно переменчивая, много-много-много порочащих связей. Это человек со вспыльчивым, упрямым, своевольным характером. При этом, правда, она деловая. За все хватается, держится, и не только хватается и держится, но держит все под контролем. Есть указания также, что она завязана на какую-то систему, берет на себя слишком большие обязательства. Что это за система, я думаю, что мы уже с вами знаем. Если не знаете, догадываетесь. Пишите комментарии, чтобы знали все. Это человек или женщина, которая невероятно жадна, скупа. Деньги для нее центр внимания. Очень много авантюр. Да, по жизни есть и взлеты, и падения. Много перелетов. Фортуна ей благоволит. Фортуна ее любит, особенно в воздухе. Но, тем не менее, существует опасность повреждения пальцев рук, увечья конечностей. Вообще, она может быть без руки или же быть сухорукой. Обратите внимание ее на руки. Я сейчас тоже буду это делать. Обладает хорошей памятью. У нее практический ум. Ум и чувство находятся в гармонии. Поэтому она старается претворить свои мысли на деле. Что касается вопросов здоровья, питания, то это все планируется и проводится в жизнь разумно. Друзья мои, запомните. Все это планируется и проводится в жизнь разумно. Достаточно серьезная личная гигиена. Это некий образец ухоженности, чистоты. Хорошо у нее организована домашняя жизнь. В семье прекрасные взаимоотношения. Что касается брака, то муж ее, Хайко Эхтер фон дер Ляйн, это немецкий врач, член дворянской семьи. С 2020 года он является медицинским директором одной из компаний, дорогие мои внимания, которая специализируется на клеточной и генной терапии. В браке у них двое детей. Хочу также отметить или же обратить ваше внимание на то, что практически все люди имеют знания, ну а врачи, они особенно отмечены перстом судьбы, знаниями, которым многие из нас стремятся всю жизнь. Так вот, Урсула тоже имеет оккультные интересы. Она занимается еще и электроникой, и физикой, и атомной энергией. Что касается перелета, вы уже помните, я говорила о том, что ей везет. В перелетах фортуна ее любит, она ее защищает. Но есть некая летящая колесница по жизни. И она, конечно же, дает опасность дальних перелетов для людей нерелигиозных. Что касается нашей героини, то она испытывает любовь к философии, религии, искусству. На что еще хочется обратить внимание, ни у кого не видела, правда, вот очень много делаю анализов личности и матрицы, и как-то вот не попадалось. А здесь прям вот как в лоб. У нее очень хорошие отношения с родителями мужа, то есть с родителями партнера по браку. Итак, дорогие мои, скажу честно, особенно чего-то такого плохого сказать не могу. Хотя смотрю, все поверхностно. Вполне возможно, что где-то сидит какая-то бяка, которую я не достала. Да, она может получать наследство в знак благодарности, много судебных разбирательств, могут быть неверные вклады денег, попытки использовать оккультизм в личных целях, подвержены болезни, она же подвержена болезням мочеполовой сферы, и гнойники, и бог знает, чего там только нет. Ей ничего, как говорится, человеческое не чуждо. Что же из того, что я сказала, на мой взгляд, может быть неприемлемо по матрице судьбы, по высокой программе? Это то, что она способна проявлять жестокость, то, что она состоит в некой системе, которая заточена на получение прибыли. И все. А это, дорогие мои, не так уж и мало. Послушайте внимательно, где я рассказываю немножечко о ее супруге. И вы поймете, насколько этот человек именно вошел в эту систему и является проводником вот этой системы в массы. И не просто в массы внутри собственной страны, а за пределы. Поэтому все то, о чем мы слышали после или во время спецоперации и продолжаем слышать, вот вам, пожалуйста, инструмент. Это Урсула фон дер Ляйн, которая все, что делает или что не делает, она считает, что это все делается во благо человека. Продолжение следует...